Преподаватель отделения современного танца Московского губернского колледжа искусств Максим Баранкевич даёт мастер-класс учащимся детской школы искусств имени Розума. Участник третьего сезона проекта «Танцы на ТНТ» артист балета, стрит-джаз показывает элементы современной хореографии. В рамках 16-го фестиваля искусств «Звёздный» благотворительный фонд народного артиста Юрия Розума, в честь которого и названа «Школа искусств», организует занятия для воспитанников и преподавателей. То есть, когда вы работаете кистью, вы теряете течение в локтях. Держим их так же, да, то есть они должны быть на уровне. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, сижу. Хип-хоп. Такой понятный и близкий. На протяжении трёх поколений его танцует молодёжь. И сегодня ребята стараются подражать движениям мастера своего дела, который приехал сюда из Москвы. Этого занятия ребята ждали целый год. Дети через танец общаются, делятся эмоциями, энергией, то есть это чувствуется, потому что дети, так скажем, заряженные, энергетические, эмоциональные. Это видно на базе хип-хопа, на базе вариаций движений и old school, и new school, так скажем, немножко их с моей авторской позиции, так скажем, преподнесу. Максим Баранкевич выступал со многими артистами российского шоу-бизнеса, давал мастер-классы в более чем 20 городах России, занимал призовые места на фестивалях. Его невероятную пластичность, выразительность, точность движений дети улавливали мгновенно. Видишь классные связки, и такой, блин, я тоже хочу танцевать хип-хоп, но ты танцуешь немножечко другие современные стили, но вот сейчас появилась возможность. Хип-хоп немножко для нас такой новый стиль. Где же можно будет потом применить-то вот это вот в среднем месте? Поставить свои связочки какие-то, номера, но что-то попробовать самому сделать. Возможно, снять даже в инсту, залить. Почему нет? Вместе с учениками упражнения повторяли их педагоги по народной хореографии. Некоторые базовые движения они используют в постановке танцев. Народная хореография у нас представлена широко, хотя мы тоже приглашаем всех педагогов, всех направлений. Но хип-хоп у нас пока сейчас педагога нет, поэтому мы пригласили мастер-класс, чтобы детям дать разностороннее, так скажем, образование. Еще один мастер-класс, но уже по изобразительному искусству, педагоги могли посетить в дыше имени Розума. Молодой специалист по ботанической живописи из Петербурга Светлана Ланца, автор иллюстрации для серии книг «Мой первый гербарий», объясняла коллегам технологию рисования кленовых листьев во всем их осеннем великолепии. Художники довольно рано поняли, что можно изображать растения по частям. И родилась вот эта вот традиция ботанической иллюстрации. Занятия с ведущими педагогами – часть программы ежегодного фестиваля искусства «Звездный», который в этом году проходил в онлайн-формате. Несмотря на пандемию коронавируса, искусство продолжает жить. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok